Здравствуйте, вы смотрите программу Диалог в прямом эфире на телеканале Музырь в студии Виктория Шенкаренко. Сегодня мы поговорим на очень важную и ответственную тему. В гостях у нас начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Музырского РОВД Илья Анатольевич Карпович. Илья Анатольевич, мы рады видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Давайте для начала познакомимся. Вы у нас впервые. Как вы попали вообще на службу в органы внутренних дел? Почему выбрали именно такую сферу деятельности? Сферу деятельности? В 2010 году поступил в Академию МВД Республики Беларусь. Там начал учиться, как бы милиция. Было все очень весело именно в Академии. Потом на четвертом курсе просто у нас создали группу отдельную наркоконтроля. И вот я как-то в эту группу попал. Пришел на практику в Музырском РОВД. В ходе практики очень понравилась, как бы, сфера этой деятельности, само направление, как бы, общая работа сама понравилась. Поэтому как-то решил продолжить. После выпуска я с Академии попал в отделение по наркоконтролю Музырского РОВД. В принципе, там, где я проходил практику, стал работать, как бы, стало получаться, вот, стал, стало, ну, получается, стал работать в наркоконтроле. И получилось так, что до сегодняшнего момента, как бы, работаю в наркоконтроле. Успешно. Да. Довольно-таки, да. Ну, вот, как вы, со своей точки зрения, можете охарактеризовать в целом ситуацию с наркотиками в Музырском районе? На сегодняшний день. Ситуация с наркотиками в Музырском районе. В принципе, наркотики в Музыре, вообще в Белоруссии, как бы, они всегда были, есть и будут, но с момента моего прихода на службу значительное снижение идет. То есть, чувствуется, что действительно идет темпы, темпы снижения наркопреступлений, лиц наркозависимых, так же, ну, трагедия наркотиков, таких как передозировки и так далее, и тому подобное, как бы, поэтому ныне, как бы, идет спад, спад по наркопреступлениям. Каковы основные пути поставки наркотиков в Беларусь? В основном, как бы, по имеющейся информации, дизайнерские наркотики, такие как амфетамин, соли те же, в Беларусь завозятся в основном с Российской Федерацией. Малую часть, как бы, с Украины где-то, где-то, ну, вот, с этих стран в основном. Такие растительные наркотики, такие как марихуана, тоже гашиш, как бы, ну, можно и изготавливать и на территории Республики Беларусь. То есть, люди создают помещения для выращивания этих наркосодержащих растений. Тот же мак опийный, тоже, он, в принципе, растет на территории нашей страны, везде, как и конопля. Поэтому, ну, растительные наркотики в основном берутся отсюда, как бы, здесь, может быть. Что касается именно Мозырского района, то у нас, как таковых, нету пунктов пересечения границы. Поэтому, ну, к нам приходят в основном с областных центров наркотические средства, если в каких-то крупных размерах, вот, такие вот дизайнерские, психоактивные. Ну, а растительные наркотики, они и здесь, как бы, есть. То есть, есть люди, выращивающие это. Ну, чаще всего при вашей деятельности вы какие наркотические вещества изымаете чаще всего? В настоящее время более распространены на территории Мозыря такие наркотические средства, как марихуана, гашиш и психотропные вещества, как амфетамин. Допустим, ну, таких мефедрона, такого, как бы, не наблюдается. Также тех спайсов, которые ранее были очень распространены, они тоже, как бы, тоже пошли на спад, как бы. Вот насчет чего это? Поставки как-то? Или все-таки деятельность правоохранительных органов успешно? Во-первых, да, во-первых, большая сильная агитация пошла по спайсам именно, ну, вообще по наркотикам. Было же одно время много вот поступлений с этим вот именно со спайсами. Преступлений было много. Афишировалось, афишировалось последствия употребления спайсов, поведение людей после употребления этих наркотиков. Как бы, с одной стороны, это сыграло большую роль. С другой стороны, также сыграло большую роль работа правоохранительной системы именно наркоконтроля по пресечению распространения данных наркотиков, по пресечению их употребления в связи с, ну, с декретом шестым, который вышел, который ужесточил ответственность за наркопреступления. Поэтому, также люди посмотрели, что именно какой эффект, какой вред для здоровья приносит вот эти вот психотропные вещества. Поэтому, я думаю, поэтому пошел спад. Ну, расскажите нам вот о самых крупных задержаниях вот последнего года. В каких объемах вы вскрывали вот партии у дилеров? Ну, достаточно... Были ли крупные резонансные такие вот задержания? Да, ну вот. В начале года совместно с сотрудниками управления по наркоконтролю были задержаны два человека, которые организовали поставку амфетамина из города Москва Российской Федерации на территорию Республики Беларусь. То есть, с целью дальнейшей реализации, ну, жителям города Москва и района были задержаны они после того, как привезли данное психотропное вещество на территории города Москва. Они были задержаны, и было изъято около 100 грамм амфетамина. Вот. По марихуану... Марихуаны также было в начале года задержания. Задерживали жителя Мозыря также, который торговал этой травой, как бы. Ну, вот. При себе у него там было 25 грамм. Он продал еще одному, тоже Мозырянину, 45 грамм. Ну, тоже, получается, брал на реализацию. И задержали эти... Как бы... У него у одного 25 грамм, у второго 45 грамм. То есть, также недавно было в ходе осмотра гаража одного из жителей города Мозыря было обнаружено 5 различных видов наркотических средств. То есть, там был и ЛСД, и амфетамин, и метамфетамин, и гашиш, и марихуана. То есть, полный набор этого жителя присутствовал, хотя характеризуются данные гражданином. Характеризовался положительно, то есть, имел постоянную работу. Работал на одном из градообразующих предприятий города Мозыря. Семья, дети, ну, казалось бы. Вот не так давно у нас есть, кстати, сюжет на телеканале Мозырь. О, было... 36-летний мужчина, который продавал амфетамин, проведет за решеткой более 10 лет. Я предлагаю посмотреть этот сюжет, и далее мы прокомментируем его. Суде Мозырского района завершено рассмотрение резонансного уголовного дела. На скамье подсудимых сразу два местных жителя. По версии обвинения, один распространитель психотропов, второй покупатель и потребитель. Оба были задержаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. С начала 20 октября прошлого года под проверочную закупку попал 36-летний Мозырянин. Амфетамин он реализовал по старой схеме из рук в руки, что только сыграло в пользу бойцов наркоконтроля. При обысках дома и машин, принадлежащих обвиняемому и его супруге, обнаружили крупную партию наркотиков. Всего почти 430 граммов амфетамина и 2,3 грамма МДМА. Револьвер, пневматический пистолет и боеприпасы, крупную сумму денег в рублях и валюте. Электронные весы, полимерные пакеты, свертки из бумаги и фольги. В январе этого года в состоянии наркотического опьянения был задержан и 26-летний Мозырянин, который, по его словам, ранее покупал амфетамин у обвиняемого. Приговор судом вынесен в соответствии с тяжестью совершенных преступлений. По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 800 базовых величин, что составляет 21 600 рублей. Второму лицу назначено наказание по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса в виде ограничения свободы на срок 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. На основании закона Республики Беларусь об амнистии от 18 мая 2020 года указанное лицо от наказания в виде ограничения свободы освобождено частично сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил и может быть опротестован и обжалован сторонами по делу в сроке, установленное уголовно-процессуальным законодательством. Стоит отметить, цена пакетика массой чуть более 2,2 грамма составила 100 долларов США. Мозырянин, обвиняемый в распространении наркотиков, официально числился безработным. При этом в собственности его и супруги находились 4 дорогих автомобиля. Один из них, Ауди А5, конфискован по решению суда. В народе говорят, красиво жить не запретишь. Но, как показывает практика, история всех наркодилеров на свободе долго не продолжается. На карандаш к наркоконтролю попадают быстро. Затем оперативная разработка, спецоперация, следствие, суд, колония. Судом Мозырского района рассмотрено очередное уголовное дело по обвинению жителей города Мозыря в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом психотропных веществ, в частности, атомфитамин, и незаконными действиями в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В связи с чем, хотелось бы еще раз обратить внимание жителей города Мозыря, что, согласно уголовному кодексу Республики Беларусь, преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, связанное с их сбытом иным лицам, наказывается только лишением свободы вплоть до 25 лет. Оба их мужчин есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор. Первый из них под стражей находится с момента задержания и уже не понаслышке знает, что такое жизнь по ту сторону решетки. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь». Исходя из сюжета, человек получил 12 лет лишения свободы. Вот бытует мнение, что за хранение наркотиков можно получить срок действительно выше, чем за разбой или взяточничество. Как вы считаете, это справедливо или нет? Дело в том, что за хранение у нас уголовная ответственность предусматривается до 5 лет лишения свободы, именно за хранение наркотиков. Другое дело сбыт их распространения, то есть там тоже квалификация в зависимости от вида наркотика, в зависимости от совершенного сбыта, то есть организованная группа, либо через сеть интернет, то есть различные части статьи 328. Если говорить о разбой и взяточничестве, там тоже существует разграничение. Первая, вторая, третья часть, то есть определенные критерии оценки данного уголовного деяния. И если сравнивать какой-то, то есть нельзя немножко эти статисты сравнивать, потому что тут может быть хранение наркотиков, какой-нибудь студент сорвал ту же марихуану, хранение наркотиков, по сути, и разбой. То есть с применением насилия завладел ли чужим имуществом или взяточничество на высшем уровне, и поэтому разграничение тут такого я бы не ставил и как бы не сравнил вот эти статьи. Тут за каждое преступление своя ответственность. То есть это установлено уголовным кодексом. На практике нет ли такого, что лицо, например, приобретает наркотические вещества для собственного потребления, а при задержании ему еще добавляют и хранение? Не кажется ли вам, что таких людей может быть лучше лечить, если они действительно наркозависимы? Или все-таки тюрьма исправит лучше? Дело в том, что приобретение для собственного потребления это и есть хранение наркотиков. То есть, как я уже говорил, это до пяти лет лишения свободы. Если лицо приобретает для себя без цели сбыта, то есть хранит наркотические средства, тогда его действие подпадает под часть первую, статья 328. Но на практике в основном люди, они приобретают наркотики совместно с кем-то. Но если человек приобретает наркотик, значит, по всей вероятности, у него есть какая-то, наверное, зависимость или это необязательно? То есть, может, ему поможет лечение исправиться? Лечение. Лечение должно как бы исправлять тех, кто хочет этого лечения. То есть, насильно человека не заставишь пройти курс лечения от наркомании. Это должно быть его собственное желание, это во-первых. Во-вторых, при назначении наказания судами по хранению, по сбыту наркотических средств к лицам, совершившим данное преступление, применяется также принудительное лечение от наркомании. То есть, отбывая наказание за совершенное преступление, то есть, за хранение либо сбыт наркотиков, оно также еще проходит курс лечения от наркомании и, ну, получается так вот. Я из практики, как бы, когда задерживаем лицо, например, какое-то, вот особенно, в особенности опийные наркоманы, которые изготавливают мак, из, ну, изготавливают опии из мака, вот они, из маковой соломы, из семян мака, они, как правило, такие очень худые, ну, то есть... По внешнему виду человека нужно определить, что он употребляет. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. После того, как, как бы, выявляем преступление, то есть, выявляем лицо, вот, совершившее это преступление, в ВВС помещаем его, в ВВС, пока идет следствие, то есть, в течение, там, двух месяцев, потом, пока дело передается в суд, то есть, на суд уже приходишь, как бы, свидетелем и смотришь на человека, как бы, уже совсем другое лицо. То есть, он посветлевше, ну, прибавилось, как бы, весе, видно, что немножко соблюдается, то есть, образ жизни поменялся, и, то есть, без употребления наркотиков, как меняется человек. Вот. Некоторые даже после, вот, ну, посадки, действительно, после того, как выходят с мест лишения свободы, ну, действительно, благодаря, как бы, спасибо, что, вот, пресекли, как бы. Для некоторых это единственная мера, вот, как выйти из этой зависимости, да? Да, 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 бывает и такое, как бы, что принудительно, ну, нечастые случаи, конечно, но бывает такое, было такое. А вот, в среднем, вы же, вот, видите этих людей, общий, какой бы, вот, портрет Мазырянина, который, вот, к сожалению, встал на путь наркозависимости или торговли наркотиков? Есть какой-то, вот, обобщенный такой, в общем, образ, портрет? Ну, можно составить, можно составить, как бы, но тут тоже, исходя из вида наркотиков, потому что можно курить марихуану тоже и оставаться вполне адекватным, успешным человеком, там, работать на предприятии где-то. Никто об этом знать не будет, ни близкие, ни родные, там, пару друзей знают об этом и все. Ну, то есть, как бы так. А если, как я уже говорил, употребляют такие опийные наркоманы? То есть более тяжелые наркотики? Как бы, и смотря в каком количестве тоже, то, ну, сразу по человеку видно, что он, как бы, по глазам видно, по лицу, как бы, по цвету кожи, то есть по поведению это все, ну, как бы, замечается и это все видно. Именно по тем, по лицам, которые торгуют. Это по потребителям, да. Это по потребителям, по продавцам. По продавцам наркотики. В основном люди, там, 25-30 лет, 25-35 даже где-то так, нигде не работающие. То есть... Это для них источник заработка. Да. Да, да, да. Не то, чтобы, как бы, вообще-то полностью заработок, он перебивается, там, мелкими заработками где-то, где-то вот эти наркотики продает, где-то, там, на Россию туда съездит, там, туда-обратно. Игровые автоматы. Ну, то есть такой образ жизни без семьи, либо с семьей, ну, с такой, что... Ну, не то, что с семьей такой, что, а именно с плохими взаимоотношениями в семье. Ну, как бы, вот так вот. А есть ли какая-то ответственность за употребление в пищу растущих в дикой природе так называемых галлюциногенных вот грибов? И вообще, есть ли они у нас в Мозорском районе? За время моей работы... Боретесь ли вы с такими потребителями? Я понял. За время моей работы, ну, у меня еще не было случаев, не сталкивались мы с псилоцибиновыми грибами, хотя по республике, ну, по Гомельской области слышал, как бы, выявлялись такие преступления, связанные с хранением, с выращиванием, с бытом этих псилоцибиновых цветов, грибов. Вот. В Мозорском районе они не растут, ну, это точно. Если кто-то выращивает их, за это также предусмотрена уголовная ответственность за выращивание растений и... ну, наркосредизирающих растений и психоактивных. Вот. То есть употребление в пищу — это то же самое... Ну, это же понятно, с какой целью употребляют. Я понимаю, да. Перед тем, как его употребить, человек хранит его. То есть это тоже подпадает под часть первую статьи 328-й. Вот. А тот, кто их продал, там, или... Нашел в лесу. Если кто-то нашел в лесу, то это, ну, одно дело. То есть ты его нашел в лесу, сорвал, употребил. То есть хранил и употребил после этого. А если кто-то вырастил и продал, то есть это будет являться сбытом наркотических средств. И изготовлением, наверное, еще. И изготовлением, да. Ну, выращиванием. Их выращивают. Их выращивают, поэтому... Ну, вот как-то так. Илья Анатольевич, мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Далее продолжим нашу беседу. Уважаемые мазыряне, я напоминаю, вы смотрите программу «Диалог» в прямом эфире. И у нас в гостях начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Мозырского РУВД Илья Анатольевич Карпович. Илья Анатольевич, некоторые люди принимают и медпрепараты, в том числе, которые предназначены для заместителей терапии для тяжелобольных. Такие вот тормодол, торен. Это тоже ведь преступление в сфере наркоторговли. Насколько такого рода вещества распространены? Вообще встречаются ли в Мозыре? Да, действительно, у нас в республике есть республиканский перечень наркотических средств психотропных веществ. Есть наркотические средства психотропных веществ, которые запрещены к обороту, то есть незаконный оборот. И есть наркотические средства психотропных вещества, разрешенные контролируемым оборотом. То есть такие, как тормодол, диазепам. Вот эти вот. Они в основном используются для лечения, ну не лечения, а ослабления более онкобольных. Вот. Выписываются только исключительно по рецепту врача в поликлиниках. Не в поликлиниках, в диспансерии онкологическом, мозырском. Вот. Также, ну, для ослабления сильной боли. То есть как-то просто прийти в аптеку и купить данный медпрепарат не получится. Данную деятельность мы также очень жестко контролируем. Смотрим все израсходованные там ампулы, упаковки. У нас врачи как бы с нами вместе уничтожают вот эти вот использованные ампулы, чтобы ни в коем случае данные вещества не попали в незаконный оборот. Не вышли за пределами. То есть они являются разрешенные контролируемым оборотом. А если же они попадают в незаконный оборот, то есть ответственны за то же хранение, сбыт, перевозку и пересылку, такая же, как и, в принципе, с наркотическими средствами. У нас есть звонок от телезрительницы. Хотелось бы выяснить, что делать в следующей ситуации. Очень часто, заходя в один тамбур, где живет знакомая, слышу запах, похожий на краску или лак, или клей. Ну, вряд ли можно, что так часто кто-то что-то красит. Есть подозрение, что это соседи в больших количествах используют какие-то вещества, чтобы их проверили, что нужно сделать. То есть вообще вот такая ситуация, я думаю, что, наверное, многие мы зря не хотели бы узнать, что делать. Вот если они подозревают какого-либо соседа или где-то что-то знают, что им делать в такой ситуации? Ну, да, действительно, как бы это нередкие случаи. Звонят люди в милицию на телефон 102, сообщают об этом. Можно, как бы, сделать анонимный звонок. Это анонимное заявление о том, что воняет растворителем. То есть есть подозрение о том, что соседи употребляют, там, варят наркотики. Можно по-другому пойти, как бы, можно также обратиться в МОЗУС Кюрова Д. непосредственно ко мне или к нашему подразделению. И как-то тоже на условиях анонимности рассказать об этом, ну, о случившемся. Но также, ну, хочется напомнить за то, что есть, существует уголовная ответственность за заведомо ложный донос. То есть ввинение человека в преступлении, не имея на то оснований. То есть не надо, как бы, наговаривать, да. Просто если соседам что-то причиняет, какие-то недовольства. Если какие-то, да, если какие-то плохие взаимоотношения с соседом, не надо, как бы, наговаривать на то, что действительно, там, варят наркотики. Если такие подозрения имеются, ну, никаких вопросов, как бы, мы всегда на это отреагируем, как бы, и, ну, будем бороться с... Конфиденциальность, вот, безопасность этих лиц как-то вот гарантируется. Вообще никакой проблемы, это гарантируется. То есть, если там с нами беседуете, конкретно с нами, например, не по телефону 102, а конкретно с работниками моего отделения, в любом случае это все обговаривается, что никаких сведений о том, кто, как бы, сообщил об этом, да, откуда информация, тоже не выходит. Если вот продолжить такую тему, что все-таки должно, допустим, насторожить население, там, жильцов подъезда, к примеру, подозревающих, которые вот подозревают соседа, вот какие-то... Есть общие признаки, что вот все-таки человек совершает противоправные действия? Ну, это тоже все по поведению... Ну, смотреть надо на поведение человека, то есть, если оно меняется, допустим, раздражительность какая-то, нервозность, скрытность в основном. Бывает такое, что в тех же гаражах, используя там лампы и специальное оборудование, оборудуют гараж с цель выращивания там марихуаны или тех же грибов, и просто мотает счетчик, и, например, человек в этот гараж никого не пускает. Как бы такие моменты. Также по запаху, то есть, при употреблении марихуаны стоит очень стойкий запах горелой травы, ну, оно слышно, как бы, и также при изготовлении опия, то есть, чтобы изготовить опию из маковой соломы, необходимо его вываривать в растворителе. А этот растворитель как раз-таки очень сильно воняет, поэтому действительно жалуются люди. Но в последнее время как бы опийных наркоманов стало очень мало, можно так сказать. Как-то где-то можно даже сказать, что в большей степени мы побороли вот этот вот пласт. Вот, поэтому как-то и обращений меньше стало к нам сейчас по факту того, что там растворителем воняет, изготавливают наркотики. Ну, вот сейчас, вот в последнее время, раз мы говорим, что опийных наркоманов мы как-то все-таки пресекли эту деятельность, все-таки часто в средствах массовой информации можно прочитать, услышать информацию о том, что вот популярны, особенно, наверное, вот в столице где-то в крупных городах закладки наркотических веществ, да, в такой способ распространения. И зачастую вот бдительные граждане могут позвонить в органы внутренних дел и предупредить о том, что где-то что-то видели. На какие признаки и поведение нужно вот в этих случаях обратить внимание? Как вот понять, что этот человек действительно что-то совершает? Я понял, как бы у нас в Мозыре, в Мозырском районе, как бы, слава богу, интернетовского, магазины интернетовских по продаже наркотических средств, они были, но они быстро пресекались, да. Как бы на что обратить внимание? В основном закладчики, они, то есть у них уже наркотики расфасованные, они что делают? Просто где-то закладку-то делают, допустим, помечают каким-то предметом, либо могут не помечать и фотографируют это. Ну, это в любом случае для того, чтобы оператору, как бы, потом данные вот эти передать, местонахождение закладок. Но в основном, в городах, на территории города закладки с психотропами уже давно не делаются, как бы, потому что, во-первых, как вы говорите, бдительные граждане имеются, также камеры видеонаблюдения, и поэтому наркозбытчики, они делают закладки в лесах, в лесах, то есть около города, там на протяжении, ну, на удаленности 10-15 километров, в лесу каком-то под дерево, под сучок. Как вы вот это находите? У нас свои источники информации. У нас свои источники информации, да, действительно, как бы... То есть от вас все равно даже и в лес они не спрячутся? Нет, не спрячутся. Ну, это хорошо. Недавно тоже задерживали человека, который поехал за закладкой, хотел ее приобрести, то есть уже оплатил, ему прислали координаты, но не успел забрать, потому что был задержан сотрудниками наркотворения. А как вы в целом боретесь с торговлей наркотическими средствами через интернет? Ну, вот вы вскользь сказали, ну, вот как вы выходите на эти магазины и в дальнейшем, вот как идет процесс борьбы? Тут надо... Ну, вы секреты все нам не рассказываете? Понял. Я думаю, что... В любом случае надо идти в ногу со временем. Вся продажа наркотиков, как бы, все равно она переходит в интернет бесконтактным способом, как вы говорите, ну, закладками. Интернет-магазины развиваются. Ну, мы, нам приходится, как бы, вместе с ними идти смотреть, на что магазины, какими способами сбывают наркотические средства магазины, в каких местах. То есть, на самом деле, это ведется кропотливая аналитическая работа. Ну, то есть, это не то, что там сбытом, одного задержали, у кого купил, у него, пошли к нему, допустим, да, и пошла сеть, да. Нет, тут банковские счета, какие-то переписка с оператором, то есть, все анализируется, все буквально мельчайшие подробности, вплоть до информации... Но эти интернет-магазины, они зарегистрированы на территории, вот скажем, Беларуси, или это, возможно, даже иностранные какие-то? Можно сидеть в Вашингтоне и управлять интернет-магазином в Беларуси. Ну, то есть, для этого не надо быть именно в Беларуси. Ну, то есть, да, закладчики, да, они, конечно, которые контактируют именно с наркотиками, они находятся на территории Беларуси, то есть, раскладывают. Ну, как вы знаете, что закладчики у операторов, это как пушечное мясо, то есть, никто о них не думает, то есть, при любом удобном случае, даже тот же оператор может, так сказать, слить этого закладчика, и... Ну, вот отсюда у меня есть логический вопрос. Сразу вот такой вопрос. Ну, как правило, кто у нас аудитория интернета? Это молодежь, да? И, к сожалению, вот все становится все младше и младше, вот, наверное, вот аудитория-то. Как вот вы отслеживаете так, чтобы дети не попали под это влияние? И вот кто у нас является этим преступниками? Школы, лицеи, гимназии? В этой сфере подростковая преступность насколько вот развита, к сожалению, или нет? Вы знаете, не всегда такого, ну, что молодежь именно... Нет. Вот те же опийные наркоманы, которые сейчас, ну, когда у них сезон, то есть растет мака, они там, допустим, активизируются в этом направлении, а когда мака нету, то есть они переходят в интернет, да. Они даже очень, как бы, такие взрослые, ну, можно сказать, по лет 45, по 50 даже бывают, те, которые, ну, действительно, плотно сидят на наркотиках, как бы, они в этом очень даже хорошо разбираются. И довольно-таки... Ну, вот если вот все-таки вернемся к детям, к подросткам, много ли вот вы встречали в своей практике вот распространителей или потребителей все-таки? Нет, на самом деле... Вся школа, лицеев таких, как бы, ну, Ну, бывают, да, бывают, бывают несовершеннолетние попадаются, бывают недостигшие 18 лет, в основном участники учащихся училищ. Вот. Ну, так как бы, такого массового, то, что именно вот этот вот молодежь, такого нету, что попадаются. А правда ли, что вот в некоторых учреждениях образования руководители там или воспитатели, учителя пытаются все-таки умолчать или скрыть факты о том, что употребляют их воспитанники наркотические вещества, дабы вот не нарушать статистику, не портить репутацию учреждения? Ну, я не знаю, как сейчас. В мое время у меня как классная была, как второй матерью. То есть, я думаю, тут не статистика. Если учителя действительно видят какую-то проблему в учениках, я думаю, что в любом случае, они даже с человеческого фактора, как бы, исходя из своей работы, сначала пытаются спрофилактировать, спрофилактировать человека, то есть, учащегося своего ученика в этом направлении. Ну, такого, что путаю, не знаю, как бы, не наблюдалось. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, далее продолжим нашу беседу. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Диалог» в прямом эфире, и у нас в гостях начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Мозырского РУВД Илья Анатольевич Карпович. И, Анатольевич, вот все-таки тема у нас сегодня с вами достаточно серьезная и сложная. И что посоветуете, вот вы как человек, который борется с наркозависимостью, с наркоторговлей, что делать, если узнаешь, что близкий человек принимает наркотики? Куда обращаться? Куда обращаться? На базе Министерства внутренних дел был создан специализированный сайт, специализированный сайт, такой помогут.бай. На нем актуализирована информация о том, что делать, если близкие попали в такую беду, если ты сам употребляешь наркотиками, если у тебя эмиссия. То есть, куда обращаться, вплоть до трудоустройства. То есть, ну, как бы на этом сайте очень много информации по помощи наркозависимым лицам. А есть ли у нас в стране такие клиники, центры, которые оказывают помощь таким наркозависимым людям? Ну, вот у нас даже на базе мозговского психоневрологического диспансера была создана заместительная терапия метадоном. То есть, это, как бы есть там определенный круг лиц, которые были, которые наркозависимые, и с целью их неупотребления именно наркотических средств, то есть, где-то покупки и так далее, несовершений с их стороны наркопреступлений, а также имущественных преступлений для того, чтобы этот наркотик где-то добыть. То есть, этим лицам выдаются метадон. То есть, он замещает опий, от которого человек наркозависим. Также это очень пристально, под нашим пристальным наблюдением это все проходит, выдача этого метадона, определенная доза, то есть, человек, некоторые даже эту дозу уменьшают постепенно, и в итоге, как бы, отказываются от наркотиков, и получается, что если захотят, как бы, наладить жизнь свою, то, ну, получается, что справляются с наркозависимостью. После звонок от нашего телезрителя Александра, расскажите, почему не проводятся рейды проверок в ночные клубы, как это делается в России. Есть подозрение, что много наркотической ерунды именно оттуда. Действительно, проводятся ли у нас вообще, проводятся ли такие рейды? Да, такие рейды проводятся, но это не как в фильмах, там зашел в клуб ОМОН, положил всех в пол и начали обыскивать. Нет. Действительно, как бы, мы тоже, мы как кооперативные сотрудники, наша работа такая, не должна быть гласной. Поэтому, да, клубы посещаются, наблюдаются за посетителями, проводятся наблюдения. Какие-то где-то, если, ну, что-то замечаем, подозрительное, то, ну, мы проверяем этих людей, как бы, не обязательно в клубе даже, может, где-то за клубом, либо вообще начинаем какую-то деятельность по выявлению и пресечению преступной деятельности данного лица. Поэтому отработки проводятся, и не только в ночных клубах, как бы, бывает такое, что просто, как бы, берем собаку, как бы, натасканную на поиск наркотических средств, как бы, в городе, в принципе, проводим такие отработки, бывает. Ну, в принципе, граждане ненормально реагируют на это. Ну, вот у нас еще есть звонок от нашей телезрительницы. Я думаю, что тоже он, в принципе, актуален для многих. У нее на огороде, у нашей телезрительницы, растет дикий мак, но наркоманы его не трогают. Пусть растет или вырывать. Давайте вот немножко обобщим. Не только дикий мак. Мало ли, человек купил усадебный, какой-то участок, там может не только мак расти, но, допустим, конопля. Вот что в этом случае делать? Как человеку так вот вам позвонить или что делать? Нет, надо сразу вырывать. Уничтожить. Уничтожить, конечно. За это существует административная ответственность, как бы штраф, предупреждение либо штраф. То есть, если действительно человек, ну, бабушки раньше выращивали этот мак для булочек и так далее, но введена как бы административная ответственность за выращивание. Если без цели сбыта, то есть, без цели его употребления и продажи, потом изготовления из них наркотических средств, то за это как бы штраф и административная ответственность. То есть, если произрастает на участке мак, либо конопля, либо другие наркосредержащие растения, то за этим следить надо. Надо не допускать. Не допускать. Необходимо все-таки уничтожить. Все обязательно. Конечно. Вот в законодательстве многих стран можно найти примеры различного отношения к наркотикам. От смертной казни до полной легализации. Вот вы, как считаете, с вашей точки зрения, опыт какой страны наиболее приемлем к Беларуси в реальных условиях? Или вот то, что у нас сейчас есть, это все-таки правильный? Опыт Беларуси приемлем для Беларуси. Потому что нельзя сказать, что... Что мы там строго, очень жестко у нас... Как, например, в том же Китае, Иране, Сирии, допустим, за наркопреступления вплоть до смертной казни. А в Европе это наоборот. Мягче ответственность, чем у нас. В каждом государстве, мне кажется, исходит из менталитета народа. То есть, если у нас там разрешить полностью все, то это, я думаю, тоже неправильно будет. Все-таки не тот у нас еще как бы... Менталитет, наверное, да. Илья Анатольевич, наша программа подходит к концу. И вот у нас получилась достаточно информативная, я надеюсь, познавательная и полезная программа для наших телезрителей. Какие задачи ставите вы перед собой, перед своими подчиненными в ближайшее время? У нас, в принципе, в ближайшее время... В ближайшее время... В принципе, у нас все время задачи такие... Недопущение, то есть, снижение наркопреступлений, снижение наркотических средств, поступаемых, например, на территорию города Мозре. Ну, по возможности, там, республику. То есть, если есть какая-то информация, конечно, делимся с коллегами своими. Ну, в любом случае, как бы, наша основная задача работать со сбытчиками наркотиков. То есть, не отрубать там щупальца, то есть, потребителей сразу, как бы, выявлять, пресекать наркопреступления тех, кто, как бы, стоит за продажей. Ну, тоже в нашей работе без выявления потребителей, как бы, сложно найти... Нельзя выйти на реализаторов. Да, да, да. Поэтому, ну, работаем все время в направлении том, чтобы притекать как можно более значимые каналы поступления, более, ну, какие-то лаборатории, выявления лабораторий, которые... в которых могут изготовляться наркотические средства, помещения для выращивания тех же... той же марихуаны, либо грибов, или мака, допустим, да. Вот таким, как бы, направлением мы собираемся идти. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам. Уважаемые телезрители, напоминаю, что у нас в гостях был начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Мозырского РУВД Илья Анатольевич Карпович. Мы с вами увидимся на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова